Сбой на сбой! В Зминогорске возбудили уголовное дело из-за срыва отопительного сезона. В Камминаби ввели режим ЧС из-за дефицита угля. Ущерб экологии и бейского предпринимателя обвиняют в краже песка на сумму свыше полумиллиона рублей. Имидж региона, алтайские бренды обещают поддержать на государственном уровне. Погодних праздников и каникул дефицита топлива на котельных Каменского района. На закупку угля в правительстве края, поясняют в районной администрации, выделили 25 миллионов рублей. Ровно такую же сумму на твердое топливо муниципалитет получал осенью, когда на территории района также вводили режим ЧС. Расход угля составляет сегодня в ежедневном режиме от 800 до 900 тысяч рублей, если говорить о деньгах. И, соответственно, каждый день, грубо говоря, по 900 тысяч, не всегда. Муку удается собрать такую выручку, чтобы оплатить уголь. В садике в школе температура стала ниже, просто мук не своевременно уголь завез. И мы с ним эту работу провели, чтобы этого больше не повторялось. А между тем, следователи возбудили уголовное дело из-за срыва отопительного сезона в Зминогорске. Накануне на одной из теплотрасс случилось повреждение. Температура в квартирах стала падать у нескольких сотен граждан. Власти Зминогорска подготовили для людей три пункта временного размещения. Один из санаториев, районный дом культуры и центр спортивной подготовки. В то же время коммунальщики стали переключать дома со старой сети на новую, чтобы окончательно не разморозить квартиры. Во второй половине дня порывы на теплосетях контура четвертой котельной еще устраняли, но подачу тепла возобновили. Постепенно температура в квартирах стала повышаться. Между тем, следователи возбудили уголовное дело против зминогорских чиновников. Ненадлежащим образом проведены мероприятия по организации диагностики текущего и капитального ремонта оборудования, которые используются для подачи тепловой энергии потребителям, жителям города Зминогорска. Кроме того, должностными лицами муниципального предприятия ЖКХ Зминогорского района не обеспечена бесперебойная подача тепла населению и организациям города. В ходе следствия правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Елена Кузовкина, Ирина Харитон. Наши новости. К другим темам предпринимателя из Бийска обвиняют в краже государственной собственности на сумму свыше полумиллиона рублей. Сотрудники транспортной полиции в Алтайском крае завершили расследование уголовного дела о хищении песка. Зная о запрете на реализацию песчаногравиной смеси, которую добывали в ходе расчистки русла Катуни в Бийском районе, 60-летний предприниматель с мая по август 2018 года похитил почти 2500 тонн грунта и в дальнейшем его реализовал. По данным следствия, таким образом он нанес ущерб Министерству природных ресурсов и экологии края на сумму свыше 500 тысяч рублей. Мучению уже предъявлено обвинение. Максимальное наказание за подобное деяние – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 6 лет. 18 немощных стариков выгоняют на улицу в Советском районе. Частный пансионат при церкви, в котором живут пожилые люди, требует освободить вышестоящий орган – Бийская епархия. По мнению ее представителей, здание представляет опасность. Она аварийная. У нас предписание, по которому мы должны выехать 4 декабря. Два раза мы можем оплатить административный штраф, который составляет 1000 рублей. Тогда у нас отстрочка будет еще как бы на 10 дней. Все, на этом все. Я боюсь, что будет просто проведено принудительное выселение. На руках у Натальи независимая экспертиза, где здание признано пригодным для жилья. Противопожарные нарушения, заверяет руководитель, в пансионате уже почти устранили. Тем не менее, обвинительная сторона в лицебийского епископа Серапиона настаивает на переезде стариков. Такую же позицию заняла и прокуратура района. Объяснение следующее – не допустить жертв в случае возможного ЧП. При этом в епархии не поясняют, куда съезжать 18 пожилым людям, половина из которых уже не ходят. Отметим, помещение, которое признают аварийным, прежде было отведено для местного священника и его семьи. Почему одним в спорном здании проживать можно, а другим нет, расскажем в вечернем выпуске. Региональные бренды Алтайского края поддержат на государственном уровне. Это стало ясно в ходе заседания Совета Федерации. По словам его председателя Валентины Матвиенко, особое внимание следует уделять Институту интеллектуальной собственности, а именно регистрации брендов, что позволит создавать новые возможности для развития регионов. Это не только позволит сохранить региональное уникальное производство, но, безусловно, обеспечивать дополнительные доходы бюджета всех уровней, в первую очередь местную казну. Участие в заседании принял и глава Алтайского края Виктор Томенко. Он отметил, что наш регион уже давно работает в данном направлении, и ему есть чем гордиться. Это и высококачественные продукты питания, такие как сыр, мед, гречка, минеральная вода, а также туристический потенциал. Особое внимание в Алтайском крае уделяется развитию туризма. Бренд «Алтайский край. Все настоящее» является частью многолетней масштабной кампании по продвижению туризма в нашем регионе. Всероссийский фестиваль бокса, посвященный памяти погибших сотрудников Управления Федеральной службы безопасности по Алтайскому краю, стартует сегодня. Торжественное открытие «Первые бои» начнутся в 17 часов на ринге детско-юношеской школы Олимпийского резерва по адресу улица Ползунова, 57А. Фестиваль бокса завершится 8 декабря. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, без осадков и чуть теплее. В Олейске, Рубцовске и Изминогорске около 26 морозов. В Заринске и Колумбии минус 27. В Барнауле без осадков и до минус 24. У меня все новости к этому часу. Телефон нашей редакции 722-440. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире.